Полноценная хорошая позиция сейчас у Нурмагомедова. Вращается буквально, пытаясь уйти из этого положения Конор. И практически выскочил. Ноги остаются заблокированными. Она пытается вывести таз, Конор. Перекрывается и включает свою левую Хабиб Нурмагомедов. Да, серия ударов закрывает рукой лицо Конор и вновь Хабиб оказывается в маунте. В какой же раз в этом бою? Две минуты до конца четвертого раунда. Удушающий можно проводить, есть замок. Да, удушающий. Нет, через подбородок. Здесь скручивание шеи. Пытатель издается. Уничтожен Конор Макгрегор. Уничтожен Хабибом Нурмагомедовым, который остается чемпионом UFC в легком весе. Что же это случилось? Конор постучал. Что творится сейчас в зале? И проводит первую защиту Хабиб Нурмагомедов. Бросается вперед. И начинается драка прямо рядом с нами. С Диланом Деннисом. Просто массовая драка. В зале. Какое-то сумасшествие творится. Объяно вмешивается. Здесь же Абубакар Нурмагомедов, Ислам Ахачев. Конора Макгрегора даже не видно. Где он здесь? Он стоит, его держат. Да, Конор держит охрана в клетке. И пошла драка уже между Конором Макгрегором. И Владимир Шмидов команды. Хабиба пытается разнимать, но ее явно недостаточно здесь. 5-6 охранников. Перемещается эпицентр. Действие вновь в октагон. Хабиба не видим пока. А Леб Дель Азиз тут тоже его держит. Четверо охранников. Безусловно, будет мощнейшее разбирательство. Этот бой получился ярким, скандальным, запоминающимся, историческим. Как угодно, но Хабиб победил. И остался чемпионом в легком весе UFC. Ну, это к вопросу о том, насколько это шоу, да, и сколько здесь было личного. Личного было больше. Это было понятно еще и перед боем. Да, тут продолжаются попытки прорваться друг к другу со стороны команды Хабиба и со стороны команды Конора. Да, настоящее столпотворение просто творится. Публика на взводе. Да, по-прежнему в зале много ирландских флагов. Мы, конечно, приуныли. Болельщики удалось конфликты охране все-таки локализовать. Буквально со всей арены Security сбежали сюда сейчас, к эпицентру, к октагону. Все на ногах, да, и вот Джон Эдик, Джо Роган, Доминик Круз также недоумевают, что же сейчас произошло. И пытаются разобрать эту ситуацию. Брюс Баффер в клетке, естественно, готов объявить победителя. Дану Уайт, где Дану Уайт, также находится в октагоне. Как и было обещано, это противостояние сегодня не закончится. Но единственное, Хабиба не видно. Где Хабиб Нур-Магомедов? Действительно, Нур-Магомедова рядом с комментаревскими позициями и с октагоном сейчас нет. В общем, тут и с нашей стороны. Вот, Даниэль Кармье. Но тоже она показывает режиссер. И еще одна потасовка, на сей раз с другой стороны. Да, но необходимо как-то утихомириться. Да, из-за того, что много охраны сейчас ринулось к октагону, лишние люди появились в Рингсайде. Их теперь уже выдворяют отсюда. Да, обстановка наколена просто не то что до предела. Да, здесь уже не только сотрудники Гогрансомедовской комиссии, но и полицейские появились. Вот, Хабиба Нур-Магомеда. Дану Вальд успокаивает Конора Макгрегора. Конор подходит сейчас к своим секундантам. Мы слышим с нашей позиции, что он говорит им, что два года, два года все-таки слишком много, судя по всему. Но те, кто занимались спортом, тем более профессионально, да, знают, насколько это может сыграть большой роль. Да, страсти не утихают в октагоне. Уводят Конора, уходит он под трибунное помещение. Судя по всему, интервью с ирландцем не будет. Зато будет пояс чемпиона Натальи Хабиба Нур-Магомедова. Первая защита этого трофея состоялась в Лас-Вегасе на Тимобайл-арене. Да, она была сложной, местами очень сложной, если мы вспомним третий раунд. Это было настоящее испытание, и Хабиб с честью его выдержал. А в итоге задушил Конора Макгрегора, как сделал это и Нейт Диаз. Не утихают страсти, несмотря на то, что тренерский штаб и вся команда в трейд-залове покинула уже пределы. Дейтон Уайт находится в октагоне, он просто в бешенстве. Сейчас подошел и что-то сказал Джо Рогану, Доминику Крузу. Вполне возможно, санкции, которые будут предприняты в итоге. А они будут по отношению к Хабибу, будут очень жесткими. Скандируют трибуны Хабиб, Хабиб. Дайте мне мой пояс, говорит Хабиб, я заслуживаю этого, я выиграл пояс. Хабиб отвечает, я заслужил пояс, я победил в этом бою. В итоге уходит из октагона без пояса. И без объявления победителя. И без объявления победителя. И вполне возможно, я не знаю как будет, да, точно, но вполне возможно, этот бой будет признан несостоявшимся в итоге. Это грабеж. Это грабеж. Да, ну в том смысле, что были нарушены правила и Хабиб покинул октагон после завершения боя. И ввязался в драку. Это уже другой процесс. Ну, это уже процесс определенного регламента, да. Давайте, в общем, проследим за развитием событий здесь, безусловно. Буквально сегодня мы уже узнаем, как дальше будет развиваться ситуация. Благодарите на хамское поведение со стороны ирландских болельщиков. Пояс чемпиона в UFC по-прежнему остается в октагоне. И настоящего владелец, Хабиб Нурмагомедов, по непонятным причинам, покинул пределы зала без него. Рефери Херд Дин, который поднялся в этой конкурсе, в 3 минуты, 3 секунды в 4 ряду. Декланирует победу. По обеспечению, благодаря революционной шоуке. И... И остается чемпионом Хабиб Нурмагомедов. Да, но Уайт говорит о том, что формально. Вручение пояса формально прямо здесь, сейчас в октагоне, может спровоцировать еще больше конфликт. Но об этом и говорил Уайт. Да, он сказал, что если я на тебя надену пояс, то тут может вообще ситуация выйти из-под контроля. Бой состоялся, защита пояса произошла. Так, причем абсолютно уникальная ситуация впервые в истории UFC. Без проигравшего, без победителя, без пояса. Но в итоге защита титула состоялась. Ну что же, UFC 229 запомнится надолго, запомнится навсегда. Мы поздравляем Хабиба Нурмагомедова, поздравляем Яну Куницкую. Желаем здоровья и скорейшего восстановления Александру Волкову. Для вас работа...